Добрый день! И какая же всё-таки злодейка судьба! Сегодня ты можешь быть богатым, успешным и популярным, а завтра попадаешь на какую-то голую вечеринку и становишься бедным, голым, боссом-изгоем. В эфире программа «Стыд и позор!» «Бростите, жизнь и судьба!» Я её ведущий Борис Корчевнухов и сегодня у меня в гостях невероятная звезда, я бы даже сказал, звездобол российской эстрады, народный артист Филипп Отбросович Киркоров. Здравствуйте, Филипп! Привет, Борис! Спасибо, что согласились к нам прийти в одежде. Я хотел бы сразу спросить... А я хотел бы сразу ответить, что я себе не представляю свою жизнь без России. Правда? Скажите, в какой момент вы это поняли? В тот самый момент, когда на Рождество давал концерт в Дубае. Мы там вместе с Мишей Шапутинским исполнили песню «Жара Дубая», чтобы нашим соотечественникам, которые столкнулись с холодрыгой Подмосковья, стало капельку теплее. Это так великодушно! Филипп не хотел бы затрагивать эту болезненную тему, но все же расскажите нам всем, что на самом деле произошло на той роковой вечеринке Ивлеевой. Знаешь, Боря, как я уже и говорил, оправдываться это не очень по-мужски. Но поскольку я не очень-то и мужик, все-таки попробую ответить всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. С вами именно это и произошло на той вечеринке. Да, я просто с самого утра встал не с той ноги, вышел не на ту улицу, сел не в тот лимузин, приехал не к тому зданию и, как следствие, зашел не в ту дверь. И я сразу понял, что мне там делать нечего. Там было тихо, темно и совсем безлюдно. А вот за стеной громко играла музыка. И тогда я вышел назад через ту дверь, которая оказалась не той, и зашел в соседнюю дверь, где, собственно, и была эта годная, в смысле, голая вечеринка, куда меня подло заманили Ивлеева и Собчак. Я когда увидел их, эти костюмы, я сначала подумал, что попал на юбилей Леонтьева. Получается, вы туда попали совершенно случайно? Конечно! Вы же видели эти фотографии. Я там стою в своей домашней одежде и в очках для чтения перед сном. Именно это и подтверждает тот факт, что ни на какую вечеринку я даже не собирался. Да-да, я видел эти фотографии. Прямо сказать, когда я их увидел, я был крайне возмущен. Меня волновал только один вопрос. Как? Как так можно было не позвать меня на эту вечеринку? Борь, Борь, тебе очень повезло, что тебя там не было. То, что там происходило, это зрелище не для слабоманерных. Такое чувство, что вы меня сейчас не успокаиваете, а еще больше интригуете. Расскажите подробнее про эту вечеринку. Нет, давай лучше вернемся к моим оправданиям. Я все-таки народный артист и патриот своей страны. А я все-таки ведущий этой передачи, и мне интереснее услышать бульгарные подробности с той вечеринки. Ну ладно. Больше всего меня шокировал голый рэпер Васио, у которого из одежды был только носок между ног. Дырявый? Ну конечно, он ведь паренек из нашей тусовки. Нет-нет, я про носок спрашивал. Дырявый? А, нет, носок был целый. Кстати, этому Васю дали 15 суток ареста. Почему? Ну ты ж понимаешь, одно дело войти не в ту дверь, как я, а другое дело войти не в тот носок, как он. Скажите, у Вас случайно нет телефончика этого носконосца? Хочу узнать, какого размера у него был носок, не хочет ли он поменяться носками? Нет, Боря, у этого носка уже есть новый счастливый обладатель. Правда? Расскажите о нем поподробнее. Ну, наконец-то ты снова решил поговорить обо мне. Спасибо, мне приятно. Да-да, конечно. Скажите, Филипп, насколько я знаю, вы недавно встречались с Песковым? Да, точнее нет. Я предлагал Пескову встречаться, но он сказал, что у него есть навка и просил меня больше не делать ему таких соблазнительных предложений. Я бы тоже не удержался от такого предложения, но вопрос был совсем не о том. Мне интересно, о чем вы общались с Песковым во время встречи? Ну, там разговор был короткий. Я попросил Дмитрия Сергеевича, чтобы такая оплошность с моей стороны не стала причиной ограничения моего творчества в России, потому что вся эта шумиха не стоит и выеденного изумруда на заднице и влеивать. То есть простыми словами вы ему сказали, что переживаете за свою подтянутую сотнями пластических операций шкуру? Ну, это как-то грубо, Борис. Ну, это ж как бы правда, Филипп. Да, именно поэтому я сегодня здесь, а не в голубых огоньках или новогодних мюзиклах. Но будьте уверены, в отличие от Ивана Васильевича, Филипп Бедросович не меняет профессию. И я не буду размазывать слезы по лопате. Я буду и дальше петь. И не только песни для своих поклонников, но и оды уважаемому мной Владимиру Владимировичу. Потому что не тот артист, кто на подобных вечеринках об чью-то попу попой трет, а тот, кто гражданин своей стороны и всей душою патриот. Ну, как? Браво! Не зря вас вырезали из всех новогодних эфиров. Ух! ух! Вот